Девчонки, всем привет! Рада вас приветствовать на своем канале. С вами снова я, Сюзанна. В сегодняшнем видео давайте поговорим с вами про белорусскую косметику. Она в последнее время очень хорошо набирает обороты, становится достаточно популярной как в сегменте декоративной косметики, так и в сегменте уходовой. Она достаточно бюджетная, ее может себе позволить каждый. И я стала находить в белорусской косметике отдельные продукты, которые очень крутые, которые как-то даже необычно за свою стоимость справляются с теми задачами, для которых они в принципе и придуманы. Я сегодня расскажу про уходовую косметику, немного уход за лицом и немного уход за волосами. Если вам это интересно, обязательно оставайтесь со мной. Под видео обязательно напишите, пользуетесь ли вы белорусской косметикой, есть ли у вас какие-то любимые уходовые продукты. Продуктов будет немного, но они реально классные, они мне очень понравились. Первое, про что я расскажу, это вот такая необычная мицеллярная вода. Это мицеллярная вода для снятия макияжа спонж-эффекта для лица, также подходит для снятия макияжа с глаз, розы и алоэ вера. Обычно все мицеллярки не имеют никакого запаха, и как бы все привыкли к тому, что у мицеллярки запаха в принципе не должно быть. У этой мицеллярной воды есть насыщенный, вкусный, приятный аромат, пахнет чем-то очень сладким, по-моему, пахнет какими-то леденцами, клубничными. Из моего детства. Вот этот аромат мне именно его напоминает. Косметику она снимает абсолютно так же, как и любые другие мицеллярные воды, которые в разы просто дороже, чем вот эта. Она создает на пленке ощущение такой скользкости и липкости, поэтому я всегда просто после мицеллярки смываю все это дело водой, поэтому у меня лично проблем не бывает. Здесь удобная упаковка, здесь продумано то, что вы просто будете выдавливать, ничего лишнего тут не прольет. У меня сейчас дома стоят 4 упаковки разных мицеллярных вод. В итоге каждый вечер я именно обращаю свое внимание именно вот на эту. Она уже меньше, чем половину, потому что я ей активненько так пользуюсь, я ее совсем не экономлю. Я ее прикладываю на какое-то время, например, на глаза или на губы, когда у меня матовая помада, немножечко подержу, потом смываю. Все нормально смывается, как и обычными мицеллярными водами. Когда смываю макияж глаз, глаза совсем не щиплет, все вполне себе нормально. Если вы хотите что-нибудь такое попробовать, то обратите внимание вот на эту мицеллярную воду, мне она понравилась. Вся эта косметика стоит очень бюджетно, поэтому если вам хотя бы из любопытства хочется попробовать, то я думаю, стоит. Следующее, опять же, очень необычное средство, это вот такой гель для умывания антибактериальной для проблемной кожи. Против черных точек, против прыщей. Называется зона стоп-акне. Начну с запаха. Запах ненавязчивый. Он такой легкий, немножечко для меня лично освежающий, плюс чем-то сладковатым пахнет. Густая консистенция. Он не супер прям пенится, чтобы прям вот в пену его взбить, но достаточно нормальный пенится для того, чтобы отмыть все лицо. Так как это средство предназначено для проблемной кожи, раньше у меня такие средства всегда подсушивали кожу, и из-за этого оно у меня становилось еще более жирной, чем была до этого. Вот это средство совсем такого не делает. Оно очень круто очищает кожу, оно не пересушивает. Даже после того, как я умываюсь, у меня ощущение немного увлажненного лица. Хорошо смывает остатки макияжа, хорошо очищает поры. Опять же, очень удобная упаковка. Здесь вы выдавливаете, но все как обычно. Лишнего здесь опять же не прольется. Лично у меня не создает никакого-то ощущения скользкости или липкости. Кожа просто будет чистая. Она не будет прям вот такая супер хрустящая, насколько она чистая. Она будет просто чистой и увлажненной. Приятной, такая прям гладенькой, мягкой и приятной на ощупь. По-моему, вот это средство стоит 100 с чем-то рублей. За такие деньги я вообще не ожидала, что умывалка будет именно такой. Следующее, что мне тоже понравилось, это вот такой вот крем. Это биокрем универсальный увлажняющий антистресс 24 часа. Ретинол плюс белый чай. Реально хватает увлажнения. Лично моей кожи на 24 часа я пробовала, наносила его на ночь. И целые 24 часа ходила. И только на следующую ночь еще раз его наносила. Кожи было комфортно, увлажнения было достаточно. У него просто сумасшедший приятный аромат. Такой же, как и вот у этой мицеллярной воды. Только у него более насыщенный. Ну, потому что здесь консистенция немножко другая. Так как это завершение ухода, то с этим запахом уходишь какое-то время. Опять же, пахнет чем-то сладким. Мне напоминают какие-то леденцы. Очень приятный, нежный аромат лично для меня. Он легкий. Он больше такой похож на очень такую густую сыворотку. Либо легкий водянистый увлажняющий крем. Быстро, просто мгновенно впитывается, делает кожу мягкой. Не оставляет ничего на коже. То есть, когда трогаешь кожу, нет ощущения ни липкости, ни сухости, ни жирности. Я бы его назвала, что это самый комфортный крем за последнее время, который я пробовала. Если вы ищете себе просто крем, который будет неплохо увлажнять, вот знаете, водянистые увлажнения, то вот обратите на него внимание, стоит также недорого. Даже если любопытно, можно попробовать. Еще расскажу про два вот таких вот средства для волос. Первый – это мгновенный восстановитель структуры волос. У них какие-то необычные названия самих продуктов. Мгновенный восстановитель структуры волос. По сути, это такой несмываемый бальзам, который утяжеляет немножечко волосы. Нет, неправильно я сказала. Он увлажняет волосы, впитывается как-то в них, и они немножечко распрямляются, блестят, и как будто становятся более здоровыми. Как я делаю? Я на чистые волосы разбрызгиваю это средство. Это средство идет в виде спрея, очень удобно. Просто на сухие чистые волосы разбрызгиваете. Немножечко я вот так вот распределяю это средство и оставляю, пока все это просохнет. Потом просто расчесываю, и все, волосы уже красивые. По сути, это такой несмываемый бальзам для волос. Это средство пахнет совсем невкусно. Я бы даже сказала, первый, наверное, час вы будете ощущать этот аромат. Слава богу, он потом выветривается. Большая здесь идет упаковка. Я не знаю, сколько же его нужно разбрызгивать для того, чтобы оно закончилось. Но штука реально классная. Если вы любите использовать какие-то дополнительные уходовые средства для волос, типа вот несмываемых бальзамов, особенно подойдет для кудрявых волос, окрашенных волос, вьющихся волос. Просто когда у вас непослушные какие-то, торчащие в разные стороны волосы, тоже подойдет. Но сразу скажу, что запах очень на любителя, вот прям совсем на любителя-любителя. И вот такая вот сыворотка дисциплинирующая. Вот видите, тут уже дисциплинирующая сыворотка для разглаживания волос. Это как бы и сыворотка, и термозащита, и разглаживает волосы. Но для того, чтобы они прям были супер красивыми, гладкими, блестящими, естественно, лучше использовать либо утюжок, либо выпрямлять с помощью фена. Это средство я наношу на влажные волосы перед тем, как сушить феном. Если я сушу феном, наношу перед тем, как выпрямить волосы. У этой сыворотки даже есть степень фиксации. Здесь идет шоколад от 0 до 5. И вот у нее степень фиксации единичка. То есть волосы не склеенные. Они живые, легкие, ну, как нормальные волосы. То есть какой-то фиксации супер я не заметила. Но как средство для дополнительной защиты, для дополнительного увлажнения, очень неплохая штука. Здесь уже запах более приятный, чем у предыдущего средства. Но я бы не сказала, что прям супер вау. Она такая жиденькая, такая текучая, поэтому нужно быстренько нанести на руку, распределить и сразу же наносить на волосы. Я люблю всякие штуки для волос пробовать, потому что я часто стала экспериментировать с плойками, с фенами, с утюжками, делаю разные прически. Поэтому мне вот такие штуки просто необходимы. У меня и так от природы волосы непослушные, вьющиеся. Поэтому я вот без таких штук вообще никуда. Вот и все. Я вам рассказала про 5 моих любимых продуктов белорусской косметики уходовой. Я еще, думаю, буду открывать для себя какие-то средства. Обязательно с вами ими поделюсь. Если вам понравилось видео, обязательно ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал, чтобы смотреть новые видео. Всем огромное спасибо за внимание. До скорых встреч в следующих видео. Всех целую. Всем пока-пока.